Привет, друзья! Татьяна Веденеева – советская и российская актриса, одна из самых красивых телеведущих отечественного телевидения. Любимая – экранная тётя Таня советских ребятишек, которые с нетерпением ждали у экранов её и героев передачи «Спокойной ночи, малыши». Она не стала выдающимся политиком, знаменитой певицей или известным космонавтом. Но это совсем не означает, что её никто не знает. Напротив, у неё миллионная армия поклонников, причём самых разных возрастов. Дети видели в ней старшую сестру, женщины считали подругой, а мужчины грезили о ней, как о заманчивой любовнице. В 80-е не сходила с экранов, вела самые любимые передачи и взрослой публики и малышни. Лет на 10 исчезла и снова вернулась, такая же молодая, неподражаемая. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Татьяна Веденеева, какую недвижимость увладеет и каким бизнесом занимается. Татьяна родилась 10 июля 1953 года в семье сталинградцев Анны и Вениамина Веденеевых. Анна Егоровна работала в лаборатории столеплавильного завода «Красный Октябрь». Вениамин Захарович трудился там же мастером цеха. В 14 лет девочка стала посещать драматический кружок, а к старшим классам окончательно утвердилась в своём выборе – станет актрисой. Боевая и предприимчивая девочка рассказала о своих планах всем друзьям во дворе, да ещё и отправила письмо в ГИТИС с требованием прислать ей подробные объяснения, как поступить в этот вуз. Она ничуть не сомневалась, что из театрального придёт ответ, и он действительно пришёл. Увидев пакет с заданиями из знаменитого вуза, родители пришли в ужас. Папа мечтал, что Таня станет педагогом. Мама видела в дочери врача, откуда стремление заниматься искусством. Но будущая звезда уже не собиралась никого слушать. Она стала готовиться к вступительным. Поразительным и необычным был её репертуар. Уверенно, и с добрыми сказочными интонациями красивая абитуриентка прочла наизусть отрывок из «Гадкого утёнка», кажется, и не обратив внимания на то, что другие поступающие брали отрывки из сложных драматических произведений. Приёмная комиссия оценила и оригинальность выбора, и лёгкость исполнения. Татьяну зачислили. Позже в одном из своих интервью телезвезда признается – больше всего боялась не пройти по тому, что во дворе засмеют. Учёба в институте сопровождалась съёмками в кино, и Веденеева гордилась, что сама зарабатывает себе на жизнь. В 1975 году третья курсница Веденеева проснулась знаменитой после съёмок в музыкальном фильме Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тётя». Образ Эллы Дилей, созданный ею на экране, зрители приняли с восторгом, как и саму картину. По окончании вуза её приняли в театр имени Владимира Маяковского. Режиссёр Андрей Гончаров сразу заявил актрисе, что ей нужна московская прописка, без которой он не имеет права занимать её в постановках. Но Таня не представляла себе, как можно выйти замуж фиктивно, и в итоге осталась без ролей в театре и в кино. Тут в её жизнь снова вмешался случай. Подруга посоветовала Веденеевой обратиться на телевидение, где в то время проходил конкурс дикторов. Как следует подготовившись, Татьяна пришла и бойко прочитала текст передовицы из газеты «Правда». Её взяли на работу. Первый рабочий день Веденеева запомнила навсегда. Был поздний вечер. Вымав волосы, она легла спать с мокрой головой. В 12 ночи её разбудил телефонный звонок. На другом краю провода строгий голос спросил, почему новая сотрудница не на работе, и объяснил, что четверг на телевидении начинается в среду. Татьяна, как была взъерошенная и испуганная, помчалась на такси Востанкина. Вышла в эфир на орбите, произнеся фразу о просмотре художественного фильма. Через год ночных смен она появилась как тётя Таня в спокойной ночи малыши, стала ведущей всевозможных «Огоньков». Её любимой передачей был «Воскресный будильник для детей». По воспоминаниям Веденеевой, она познакомилась с огромным количеством актёров, которые не считали зазорным для себя участвовать в детской передаче. Работая на телевидении, Татьяна не раз получала предложение сняться в кино, но телевизионное начальство поставило её перед выбором – либо кинематограф, либо телевидение. И Веденеева осталась на ТВ, поскольку работа ей очень нравилась. Карьера развивалась быстро, телеведущая нравилась не только телезрителям, но и самому Леониду Ильичу Брежневу. Завистники даже записали Татьяну в его любовницы, что вызывало у неё справедливое негодование. В середине 70-х Татьяну Веденееву, как одну из самых красивых и обаятельных ведущих, отправили в командировку во Францию. Принимали там советских коллег тепло. По окончанию работы попросили Татьяну остаться на пару дней для ознакомления с главными французскими достопримечательностями. Она согласилась, а вернувшись домой, столкнулась с незаслуженной злобой и завистью коллег. С этого момента на отличившуюся Веденееву стали смотреть косо, а за недостойное поведение во Франции даже вызвали на ковёр к министру. Однако, увидев Татьяну, тот за неё заступился, и все обвинения быстро были сняты. На этом заседании присутствовал и сам Брежнев, который одобрил обаятельную ведущую. С этого дня именно она стала представлять советское телевидение за рубежом. Вернувшись в перестроечную Москву, Веденеева стала делать самостоятельные сюжеты для программы «Доброе утро». Впервые замуж Татьяна вышла по большой страсти за талантливого художника-реставратора Валерия Шапошникова. На тот момент ей было 22 года, а избраннику 35. Тем не менее, страстный роман спустя полгода привёл влюблённых в ЗАГС. В 1983 году родился единственный сын Веденеевой – Дима. Известный художник, реставратор, вёл образ жизни крайне богемный. В 90-е годы, как многие люди творчества, он не знал, что ему делать, где применить свой талант. Он совершенно не занимался бытом, мог часами лежать на диване в депрессии и в поисках вдохновения, запивая его отсутствие коньяком. Тем временем в семье подрастал их совместный сын Дима. Когда маленькому Диме исполнилось восемь, она вдруг поняла, что не такой семейный уклад смотрит её сын. Она вовсе не желает, чтобы мальчик унаследовал от папы лень и думал, что мужчина может просто лежать, пока женщина берёт на себя ответственность буквально за всё. Она забрала сына и ушла от Валерия. После развода Шапошников ещё долго был не востребован, но потом дела наладились, картины стали продаваться. Он снова стал общаться с сыном. В 2016 году Валерий Шапошников умер. Дмитрий до последнего находился рядом с ним, чтобы облегчить страдания отца. Вторым мужем Веденеевой стал бизнесмен, юрист по образованию Юрий Бегалов. Их первая встреча состоялась в рабочей обстановке. Татьяна брала у него интервью, касающееся нефтеперерабатывающей отрасли и роста цен на бензин. Телеведущая забыла бы о мужчине, если бы не фестиваль «Ступень к Парнасу», который вела Веденеева. Бегалов оказался в числе спонсоров, а по окончании фестиваля вручил Татьяне оригинальный приз – оплаченную поездку на Канары с открытой визой. Веденеева отправилась на отдых. Параллельно с ней на острова выехали несколько человек из компании Бегалова, и он сам. Приятельские отношения, завязавшиеся между ними на отдыхе, после нескольких лет дружеских встреч, переросли в семейную жизнь. После свадьбы Веденеева официально взяла фамилию супруга, сопровождала его в зарубежных поездках и даже забеременела, но на четвертом месяце случился выкидыш. Других детей у пары не было. Бегалов быстро нашел общий язык с ее сыном, а вот дочери мужчины от первого брака долго не принимали Веденееву. Через несколько лет совместного брака у пары появилась возможность дать детям хорошее образование. Веденеева, всегда мечтавшая вырастить из Димы настоящего мужчину, нашла для мальчика престижную мужскую школу в Англии. В отпуск вся семья поехала в Лондон, оформлять документы. Там же Веденеева решила провериться у врача, побаливала плечо. Но отпуска на все дела не хватало, и она позвонила в Москву, чтобы попросить пару дополнительных дней за свой счет. Ей жестко отказали, ультимативно заявив, что она должна или срочно прилететь на работу, или уволиться. По признанию самой Веденеевой, она не могла поверить слова руководства. Трудоголик по натуре, никогда не отказывавшаяся от работы, она потеряет ее из-за какой-то мелочи. Татьяна была уверена, что по возвращении в Москву помирится с руководством и будет продолжать работать, но этого не случилось. Шла середина 90-х. Муж предложил пожить во Франции, этого требовал его бизнес. А Татьяне теперь не было смысла отказываться. Семь лет она не появлялась в России, а вернувшись в 1999-м, вдруг обнаружила, что ее не только не забыли. Она возглавляла десятку самых красивых и популярных телеведущих страны. В 2000-х Веденеева вела несколько передач на спутниковых телеканалах. С 2009-го играет в театре «Школа современной пьесы» и даже несколько раз снялась в эпизодах. А вот от красивого брака ничего не осталось. По ее признанию, с мужем они сначала потеряли интерес друг к другу, потом решили разъехаться. А через два года обнаружили, что так и не прояснили отношения. Их любовь просто тихо и неотвратимо сошла на нет, предоставив каждому из супругов идти своей дорогой. Так что сердце элегантной телеведущей снова свободно. Сейчас Татьяна Вениаминовна живет за городом в Подмосковье. Она долго хотела иметь дачу и даже приобрела участок, но к строительству не приступала, успев сделать только проект дома. В итоге, обнаружив, что в соседнем поселке продаются уже построенные дома, артистка смогла совершить выгодный обмен. Обменяла свой участок на готовый трехэтажный коттедж площадью 400 квадратных метров. В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса многие переехали за город. В их числе оказалась Севеденеева. Она переезжала в срочном порядке, не задумываясь о том, что ремонт в доме был в самом разгаре. Сейчас ремонт уже закончен. В коттедже расположены два кабинета, три спальни, три ванной комнаты, большая гостиная, кухня-столовая, камин, хамам и даже лифт. Летние каникулы и новогодние праздники Татьяна предпочитает проводить на Лазурном берегу Франции, где у нее есть пентхаус с собственной террасой. Эту недвижимость ей подарил второй муж при разводе, объяснив это тем, что она очень любит Францию. Рядом Монако, Альпы опускаются прямо в море. Там все очень близко, 40 минут на машине до Италии, 2 часа до Испании, 4 до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное, там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, рассказала Веденеева в интервью. Имеется у нее квартира и в Риге, которая досталась ей после смерти первого мужа. Она небольшая, всего 40 метров, но находится в историческом центре в элитном доме. По ее словам, она много вложила в ремонт этой квартиры. Сейчас она приняла решение сдавать ее, так как редко появляется в Риге. Много лет назад телеведущей выпала возможность попробовать приправу – подарок из Кавказа. И она настолько ей понравилась, что тут же было решено выпустить самый лучший соус. При поддержке второго супруга была создана компания Трест Би по производству соусов вроде ткемали. До сих пор Татьяна единственная среди российских звезд, кто преуспел в производство пищевых продуктов. По словам знатоков, ее ткемали номер 7 «Дамский» и социбели номер 13 «Чертовка» совершенно такие же, как домашние соусы, которые готовят женщины Кавказа. Татьяна Веденеева еще ни разу не пожалела, что начала заниматься соусным бизнесом. Именно эта роль, как она сама выразилась, является самой главной и интересной в ее жизни. Друзья, давайте пожелаем Татьяне Вениаминовне быть счастливой, радоваться жизни, наслаждаться каждой минутой, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях, переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!